Аманда Кжентимиров 56 лет своей жизни посвятил журналистике. Свой профессиональный путь он начал еще будучи мальчишкой в пятом классе. Он писал в местную газету небольшие материалы. Позже, заметив талант и рвение юного журналиста, ему предложили публиковаться в областном издании. Тогда было АПН, агентство печати новостей в Москве. Они печатали сложные эти предложения. Я потом переводил на казахский. Потом тогда письмо много поступало в газету из сел. Ну, разные вопросы, жалобы там или вот новости какие-то. Через 6 месяцев меня поставили зам от вице-кориторием редакции. Дальше несколько лет работал, потом заводелом информации, потом заводелом писем трудящихся и общественных работ. Потом завселхозаотделом шли на редколлегии, потом зам главного редактора, потом на телевидении главного редактора. Вот так пошло дело. Телевизионный путь Амандыка Морзахметовича пришелся на трудное время – развал Советского Союза. Финансирования не было, без зарплаты работали почти год. Техники не хватало. Записывали в те времена на пленку, и то она была в дефиците. Телевидение тогда было одним из главных источников информации, и новости необходимо было выдавать. И мы не останавливали ни один раз, не останавливая передачу по программе, когда новости выходили вовремя, потому что народ же ждет. Куда-нибудь съезжу в командировку, приезжаю, 20-30 фотографий. Снимаю больше, они просят меня снимать. И эти фотографии я отдаю им, и пишу текст на каждую фотографию, что там изображено. И вот они, диктор читал текст, а на экране показывали фотографию. Вот как. А потом потихоньку-потихоньку стали появляться вот эти видеокамеры. Работа журналистов в 90-е и 2000-е довольно сильно отличалась от работы современных коллег. Сегодня корреспонденты имеют возможность подать материал оперативно, интересно и разносторонне. И это нравится Аманде Кумирзахметовичу. Сфера развивается. МТРК хорошо работает в этом плане. Подаете новости оперативно и достоверно. Сейчас уже более 200 телеканалов. Не успеваешь все смотреть. Сейчас у каждого есть телефон. Все новости там. А телевизор смотрит старшее поколение. За более чем полвека все может измениться до неузнаваемости, говорит Аманде Кжентимиров. Именно в конце 50-х годов начало свое развитие казахстанское телевидение. К слову, Аманде Кумирзахметович вспомнил интересный факт. Телевышка, что стоит по улице Бурсиловского, оказывается, предназначалась телестудией в Петропавловске-Камчатском. Адреса перепутали и привезли в наш город. Диана Салихова, Вадим Мударисов, МТРК.